Я прошу прощения. Это мое, как это называется? Михаил Леонидович, поближе микрофон, давайте. Как над нашим... Я еще не поздоровался. Давайте, я поздоровался. Ну, ты уже подключился или нет? Мы там это, вырежем. Не надо вырезать. Монтаж. Не надо. Здравствуйте, уважаемые зрители. В эфире информационного агентства «Аврора» журналист и шеф-редактор Михаил Кокарев. С нами Михаил Леонидович Хазин, как вы уже поняли. Здравствуйте, Михаил Леонидович. Здрасте. Ну, вот теперь можно сказать, Михаил Леонидович, вы вчера практически один отстаивали интересы Российской Федерации, Советского Союза 2.0, Российской империи, назовите это как угодно, у Соловьева на эфире, говоря о том, что ни в коем случае нельзя останавливаться на полпути в этой специальной операции. Можно тезисно для «Авроры» почему вы заняли именно такую позицию? Ну, потому что, во-первых, если оставить им хотя бы минимальную возможность, они там опять начнут делать бомбу, делать грязную бомбу, создавать вирусы. Я бы сказал, им начнут делать уже в конкретном. Ну, это уже не важно. Под видом, как будто бы они. Вы же понимаете. Вам всё будет сказано. Вот, выдающиеся украинские патриоты-ядерщики. Известный украинский националист Тони Мигало, он же Энтони Блинкин, всё-таки произвёл ядрёную бомбу из алюминия. Нет, нет, нет. Тони, этот самый, как бы, он не ядерщик, а есть и ядерщики. Дело в том, что я разговаривал со специалистами, они просто написали мои, так сказать, старшие товарищи, родители которых делали бомбу в конце 40-х. Они мне сказали, что они даже знают, на какой лаборатории эти самые с плутонием работали низкообогащённым, потому что они эту лабораторию сами создавали в конце 80-х. Ну, в общем, в 89-90-м году. Вот. По этой причине я тут, как бы, я даже не сомневаюсь. Ведь я и так понимал, что они это неминуемо должны сделать. Вы понимаете, в чём делаете? Это люди, у которых внутреннее мироощущение следующее. Если можно сделать какую-нибудь пакость кому-нибудь, вот России в данном случае, её обязательно нужно делать. То, что при этом будут умирать люди, то, что при этом будет всем плохо, им наплевать. Дело в том, что у них есть как бы только свои, вот совсем свои, и чужие. Ну, грубо говоря, все, кто не на нашем хуторе, все чужие. Их можно убивать. И они так вот и живут. И они это мировоззрение за последние 8 лет пытались вменить всему населению. Вот мне тут объясняли, обратите внимание, Путин, когда только первый раз обращался к военнослужащим украинской армии, он там что-то говорил, что ребята туда-сюда. Деды и отцы, и всё такое. Да. А люди опытные говорят, ребят, вы что, вы с ума сошлись? С 14-го года во всех военных училищах Украины абсолютно как бы тотальная националистическая пропаганда, поэтому все лейтенанты, старшие лейтенанты и большая часть капитанов, ну, то есть до как бы батальонов включительно фактически, это уже они как бы от националистов ничем не отличаются. И дальше, ну как, 22-го числа же Зеленский начал, объявил, Зеленский подписал указ о, соответственно, о начале мобилизации, 23-го это было объявлено в феврале, ну, а мы же все знаем, во всех учебниках по стратегии написано, что начало мобилизации – это объявление войны. То есть нам 23-го числа объявили войну. Чего же вы удивляетесь, что 24-го в 5 утра Путин начал операцию? Ну, я бы сказал, что в половину 12-го ночи это коцы Поддубной освещали попытку прорыва на Северном Донце. Я это прям вот видел, то есть ребята вернулись, все такие пострельные, они, говорит, там такое было, они, говорит, прям в серьезном месте прорывались. По поводу нацификации, да, которые там еще есть, нет, нет, до этого мы ведем. Прочел, я не знаю, насколько это фейк, не фейк, абсолютно сразу товарищ майор, мы как бы не в курсе, но в одном из пабликов, был, ну, украинских, было написано, что граждане нацисты, не называйте Путина фашистом, потому что как бы фашизм – это мы, а если вы называете, то неокрепшие, но уже как бы определившиеся в нашу сторону наши товарищи смотрят, как ведет себя Владимир Владимирович и говорят, так царь едет. Царь едет, да, да. Ну вот, значит, и по этой причине я могу сказать совершенно точно, что ошибки прежние повторяться не будут, и разного рода легенды о дружбе народов, о, соответственно, там, о взаимодействии с цивилизованными странами, еще чего-то, в данном случае применяться не будут. По этой причине я абсолютно убежден, что наши войска до официальных границ Украины, и взяты будут там и Львов, и Ужгород, и все остальное. И при этом там будет установлен, там, грубо говоря, комендантский час. С партизанщиной все будет очень просто, потому что там будут летать беспилотники и открывать огонь. Кстати, может быть, я не знаю, знаете вы это или нет, но украинская армия получает полную информацию о передвижении российских частей в режиме реального времени, потому что вдоль границы с Румынией летают аваксы и сбрасывают информацию сразу же. Это война против НАТО, а не против... Да-да-да, мы уже, еще вчера, прям, серьезно, я уже вчера, по-моему, первый из журналистов, кто официально просто поднял вопрос о том, что, судя по всему, мы ведем, это первая начальная фаза Третьей мировой. Ну, в прямом смысле. Но мы уже ведем ее с НАТО. Да мы ее ведем с НАТО, да, потому что информационно НАТО поддерживает украинскую армию. На самом деле, тут есть одна очень интересная... Именно поэтому я абсолютно убежден, что ни о каком мире и речи быть не может. Именно по этой причине они сейчас начали очень активно эту тему будоражить, потому что они рассчитывали, что они нападут. Причем логика была такая, что они нападут, после чего будут сброшены на Воронеж, Ростов-на-Дону, Белгород грязные бомбы, после чего население побежит, все дороги будут заполнены, ну, короче говоря, будет хаос. И дальше в этой ситуации вот эти вот ударные танковые части украинской армии будут, соответственно, захватывать территорию. А как только они это будут делать, то, соответственно, немедленно будет признано, что это как бы освободительная война, что это исконно украинские территории и так далее. Так они же напасть должны были вот 3-4 марта. Они могли напасть и раньше, потому что, насколько мне известно, по тем приказам, которые были написаны, полная боевая готовность была к 28-му числу. Февраля, соответственно, 1-го, 2-го, 3-го, 4-го, это вот уже можно нападать. Но к чему вопрос-то, Михаил Леонидович, если они собирались напасть к 1-му марта, хорошо, 28-го февраля, то ядреный батон-то у них уже должен быть изготовлен был? А вы уверены, что его нету? Ну, наши ищут, я думаю. Ну, тут же вот в чем все дело. Понимаете, когда вы его сделали, то есть то, что там есть оборудование, это уже известно. А вот где этот самый ядрен батон лежит, если он изготовлен, этого мы не знаем. Кроме того, НАТО уже была договоренность, что НАТО ставит тактическое ядерное оружие. На территории Донецка и Луганска, не административных, а вот этих границ. Дело в том, я сейчас эту тему ковыряю, в ближайшее время выдам обязательно материал на Авроре. Это система защиты Москвы, круговая, по там миллиметровому, дециметровому, пока еще разбираюсь в диапазоне, как раз и захватывает эту Донецкую и Луганскую область в административных образованиях. И если внутри вот этого круга будут находиться ракеты, то их пуск не будет засечен защитой Москвы. Понятно. Вот в этом-то и фишка оказывается. Почему мы сразу заявили, что мы выходим вот аж туда? Михаил Леонидович, наши власти каким-то образом реагируют на введенные санкции. И все, что мы видим, по крайней мере, вот в самом начале это было повышение ставки, потом вроде бы как бы мы даже начали в рублях расплачиваться за кредиты. Там рейтинги уже понизили как можно, и сказали, что если будете в рублях расплачиваться за кредиты ваши, то будет считаться дефолт. Ну и хрен с ним, они уже опустили наши рейтинги до дефолтных, а кроме того, все эти рейтинги осмыслены только в том случае, если ты берешь кредиты долларовые на Западе, поскольку кредитов нам никто не даст, то смысла в этом нету никакого вообще. Это для китайцев, да, китайцы, почему они вынуждены вести себя аккуратно, потому что у них довольно много структур, которые живут в западной долларовой экономике. Поэтому даже если они будут нам что-то поставлять или еще чего-то, то это будут делать структуры, которые не работают, не выходят за пределы Китая. И по этой причине это как раз совершенно наплевать. Не наплевать другое, зачем мы подняли ставку? Для чего мы это сделали? Фактически в результате цены выросли на 20-30%. Я просто объясню, как это происходит. Вот предприятие, оно что-то делает. Оно сидит на кредитной линии, потому что оборотные средства надо поддерживать. Ему резко повышают ставку, ну, грубо говоря, там с 8% до 20%. Значит, оно может отказаться от кредитной линии, тогда оно должно закрывать вообще все свое производство, после чего от него требуют возврата ранее накопленного долга, вернуть его нельзя, поскольку нет продаж. И, соответственно, в этой ситуации предприятие банкрот. А дальше нужно понимать, что в банках же сидит пятая колонна западная, ну, во многом. И по этой причине эти люди, что они будут делать? Они тут же начнут вводить конкурсное управление и продавать станки, чтобы нельзя было восстановить быстро производство. Именно по этой причине первое, что я сказал неделю тому назад, что надо категорически и срочно отменить действие закона о банкротстве. Это решение приняли. Ну, мораторию вели? Да, совершенно верно, да. Значит, пункт 2. Можно, значит, если не останавливать кредитные линии и брать эти высокие кредиты, то в этом случае нужно повышать цену, чтобы компенсировать вот эти вот штуки. По этой причине повышение ставки – это такое тотальное вредительство. То есть, Набиулина работает на врага. Это абсолютно очевидно. Вот. Значит, что с ней будет делать, тут я уже не знаю, потому что уже началась тактика. Насколько я понимаю, нынешние решения Центробанка принимаются уже не Центробанком, ну то есть, не руководством Центробанка, а правительством в очень жесткой форме. Но в чём вся проблема? Дело в том, что кризисное управление – это одно, как это было там в 98-м году. В 98-м году Дубининская команда впала в пространство, а потом её уволили. А, соответственно, спас экономику Шор, глава Московского управления Центрального банка, который разобрался чё и как и, соответственно, и наладил платежи. Потом пришёл Герасченко, и через полтора года у нас были темпы роста 10% в год. Так вот, весь фокус состоит в том, что управлять в рамках кризисной ситуации – это одно, а развиваться – это совсем другое. Вот нынешнее руководство Центробанка не способно ни к какой деятельности, вообще. Но оно отлично повышает и понижает ставки, когда не надо. Повышает ставки. Нет, оно как бы работает на МВФ и на всех остальных. Значит, в критической ситуации могут, есть люди, которые могут сказать, нужно сделать это, нужно сделать это, нужно сделать это. Но эти люди, они не могут заниматься регулярной работой, обеспечивающей экономический рамок. Поэтому для нас принципиальная задача стоит в том, чтобы начать менять руководство. Центробанка, Минфина, денежных властей, может быть, разбираться с некоторыми коммерческими банками, которые излишне увлекаются финансовыми спекуляциями, потому что тут явно тоже имеет место аналогичная картина. Ну и так далее и тому подобное. Значит, дальше, соответственно, у нас есть проблема с нашими корпорациями промышленными. Потому что в объединенной судостроительной компании нет ни одного человека, который бы когда-нибудь строил корабли в руководстве. В руководстве объединенной авиастроительной корпорации нет ни одного человека, который бы когда-нибудь строил самолеты. В министерстве промышленности в руководстве нет ни одного человека, который бы когда-нибудь был в цеху. В Роскосмосе та же самая. Ну, в Роскосмосе есть, по-моему, люди, которые понимают, как это устроено. Ну, глава-то там журналист. А это неважно совершенно, потому что глава, во-первых, много лет был вице-премьером по оборонке, а во-вторых, он реально очень сильный менеджер. Не эффективный минагер, а очень сильный менеджер. Я его видел просто много раз, и я его знаю хорошо. И я, ну, собственно, как только пришёл Рогозин, Рогозин, ракеты перестали падать. Это просто вот... Ну, там были несколько случаев... Нет, 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 при Рогозине не было. Всё было до него. Всё было до него. Не уверен, ладно. То есть, нет у нас никого, кто бы начал реальную индустриализацию коллективизации? Сегодня нет. Принимать какие-то антикризисные меры мы можем, а вот реальную регулярную работу вести, рассчитывать на то, что этой регулярной работой будет заниматься Мишустин, это смешно, потому что у председателя, у правительства нет физической возможности влезать в какие-то отдельные детали. Он сейчас пытается что сделать? Он пытается из, ну, уже, кстати, довольно давно, из абсолютно такой специфически бюрократической структуры, как у правительства. А я объясню, почему, например, у нас такой большой правительство. Почему в СССР оно было сильно меньше? А я объясню, почему. Дело в том, что во времена СССР в правительстве было отраслевое разделение. То есть, ты отвечаешь за самолеты, ты отвечаешь за трактора, ты отвечаешь за производство сантехники и так далее, и тому подобное. И по этой причине никто ни во что не вмешивался. Если вдруг возникали межведомственные противоречия, они решались очень специфическим образом. Собиралось там пять человек, которые отвечают за некий вопрос. Приглашались на совещание в ЦК КПСС. Ну, это для серьезного вопроса. А там дальше как бы ниже, 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 ниже. В конце концов, если совсем мелкие вопросы, это могло происходить в райкоме партии. Собирались эти люди, соответствующие инструкторы или секретар райкома, говорил, так, ребята, у нас есть два часа, за два часа вы должны согласовать решение. Если, а я буду за вами смотреть. Через два часа станет абсолютно понятно, кто из вас готов, а кто из вас там из каких-то соображений, ведомственных или личных, саботирует. Вот его мы выгоним из партии. И на этом его карьера закончится. То есть, иными словами, был инструмент согласования. Потом, в 90-е годы, инструментом согласования выступал МВФ. Ну, когда нужно было что-то решить, такое, что МВФ было нужно. А потом единственным инструментом согласования стал чемодан. Если бюджет есть, вопрос решается. Нет бюджета, вопрос не решается. Как бы он не был важен для страны. А сегодня вообще непонятно как. И мы столкнулись с совершенно удивительной ситуацией. Почему так много людей? Дело в том, что поскольку распил бюджета – это главная деятельность, то каждая крупная компания во все места, где теоретически может быть ее интерес, ставит своего человека. Министром или замминистром, или, нахоже, начальником департамента. И фокус состоит в том, что у вас, когда вы собираете совещание правительственное, то у вас сидят не специалисты по вопросу, а люди, которые отвечают перед своими хозяевами за то, чтобы ту долю бюджета, которую они получали, не уменьшила. А лучше увеличила. И поэтому это не будет вопрос, как там делать микросхемы. Вопрос о том, сколько на это выделили 100 миллиардов, наша доля 20. А что вы будете делать в рамках этого строительства? Ребята, вы что, изверели что ли? Долю мне мою отдайте, это моя работа. Получить долю. А строить, я не знаю, у вас там есть какие-то люди, пускай строят. А дальше в результате получается, что из этих 100 миллиардов остается нераспределенных 5. И дальше вызывается какой-нибудь человек, и ему говорится, ну давай, вот тебе как бы начинай строить, все, вот тебе смета. А в смете написано 100 миллиардов. А в реальности кэша 5. Он говорит, ребят, вы что, охренели что ли? Да какая тебе разница? Тебе дадут 5 миллиардов, рой яму. Из этих 5 миллиардов ты там, ну хорошо, ладно, аккуратно. Там полмиллиарда украдешь. Через год денег нету, но есть такая какая-то яма, все. Ну так строили Космодром Восточный. Так строили, например, помните, яма была на Лиговке в Питере очень долго, где должен был вокзал для высокоскоростных поездов. Там теперь большой универмак. Та же самая картинка. Это вот абсолютно типовая штука. И по этой причине нам нужно сейчас разгонять все руководство всех крупных корпораций. Ну, на самом деле разгонять, может, и не нужно, потому что они будут орать еще чего-то. А надо их отстранить от работы и, соответственно, перестать им воплотить зарплату. Ну и, соответственно, назначить руководителей антикризисных штабов, которые будут этими корпорациями непосредственно управлять, у которых хотя бы образование есть профильное. Михаил Леонидович, ну, смотрите, вот сегодня выступал, ну, была встреча Лаврова с Кулебой в Турции. И тезисно, есть два тезиса, которые высказал Лавров по итогам этой встречи. Не берем сейчас Украину, а именно возьмем Россию. Россия хочет видеть Украину дружественно и без запрета на русский язык культуры. Россия сделает так, чтобы никакой дядя Сэм, цитата, не мог принимать решения для разрушения экономики. Москва не будет уговаривать Европу. Если та перестанет покупать российскую нефть, газ, Российская Федерация не использует энергоресурсы как оружие. При этом мы видим исход пингвинов в прекрасных виде различных компаний. С нашего рынка кто-то остается, кто-то исходит, кто-то готовится. Ну, хорошо, но уходит. Я сейчас, Михаил Леонидович. Мы не будем это обсуждать, вы миллион раз об этом уже говорили. У меня-то вопрос следующий. Наше правительство решило, значит, что и Дмитрий Медведев сегодня это сказал, что будем национализировать через банкротство, а предлагается процедура продажи национализированного имущества через банкротство. То есть, обанкротили этот и отправили на продажу. Сегодня Володин сказал, что что там 250 этих ресторанов Макдональдс, ну, пускай будет у дяди Вани, наши кулебяки всем понравятся. К чему вопрос? А почему государство не хочет их национализировать в прямом смысле? Почему обязательно нужно продавать? Потому что у нас некому действительно работать или... Нет, это зависит от обстоятельств. Или жену любовницы и счета дети. Я думаю, что это связано с тем, что они хотят еще получить денег от тех, у кого они есть. У нас 7 триллионов лежало на счета у банков. Лучше, соответственно, чтобы на эти деньги были куплены промышленные объекты, чем эти деньги все попытаются обменять на доллар. Ну, пиндосы, американцы, простите, сказали, что если мы начнем национализировать, они нам устроят ОИВИ. А-то они нам уже нет? Ну, вроде нет. Да, ну, как это интересно. А они от того, что они у нас украли 300 миллиардов, это не... Они не украли. Нет, они украли. Нет, они пока заблокировали, когда им понадобится очередная нефть, они приедут, как в Венесуэлу, и Владимир Владимирович будет смотреть на них, как на гиговно, и скажет товарищи. Ну, поэтому, ну, хорошо. Вот сюда из процентов. Да, соответственно. Мы из-за вас сделаем очень простую вещь. Мы же на аукционе продали ваши активы. Вот эти денежки лежат. Вы приедете, мы вам в рублях эти денежки отдадим. В рублях. То есть шансов на то, что мы создадим внутри после этого всего дела какой-нибудь государственный капитализм человеческим, социалистическим лицом никаких? Почему? Нет, на самом деле нужно поднимать малый и средний бизнес. Я бы на самом деле... Тут есть разные варианты. Можно эти Макдоналдсы продавать по одному. Можно продавать как единый хозяйственный, хозяйствующий субъект. Тут есть разные варианты. Но, как вы сами понимаете, чиновники своего не упустят, поэтому они будут делать так, чтобы максимизировать личные откаты. К сожалению, пока еще с ними справиться до конца не удалось. Но ключевая эта проблема не эта. Ключевая проблема нам нужен штаб антикризисный, который, грубо говоря, Газплан. У нас есть довольно много групп, которые этим занимаются. Даже из тех, которых мы знаем. Есть группы Ведуты, где там реально много у нее учеников. А есть еще люди, которые закончили ее кафедру 2 года назад, 5 лет назад, 10 лет назад, и всех можно взять. Есть институт народно-хозяйственного прогнозирования РАН с его межотраслевым балансом. Есть, соответственно, группа, которая в фонде экономических исследований Михаила Хазина. На самом деле, я думаю, еще есть десяток разных. А, имеется Глазевская группа, которая активно работает, там, Дима Митяев, главный эксперт. Ну и так далее, и тому подобное. То есть, этих людей надо срочно привлекать и давать им задачи. Причем желательно платить им деньги. Так, чтобы они все понимали, что идти в высшую школу экономики – это дурость. Потому что там будут платить за зарплату минимально. А вот Уведуты будут платить много. Вот что нужно сделать сейчас. Но я сейчас не говорю там про идеологию государственную и патриотическую. Кстати, очень интересно, у моей жены есть племянница, у которой 15 лет. И у нее есть, она там какие-то ведет, у нее чаты, туда-сюда. Так вот, у этих, у которых 15-16, они все патриоты. Несмотря на ТикТоки и все остальное. А вот те, которым 30-35, может быть, до 40, которые поколения 90-х, начало 2000-х. Эти все прямо либерасты-либерасты. Ну, такой фон был. Я вам могу сказать, что сейчас я решил потянуть себя на техническом уровне. Вот связанное с радиоработами. Я поступил в технику на Санкт-Петербург. В Санкт-Петербургский технику? Да, технику при Институте телевидения. Кино и телевидение. Там учат в звуковой аппаратуре, работе. Все это советское. Я посмотрел программу, кондола, все, вот и до. Там есть такие. Электроника, электрика. Ну, неважно. История. То есть, вот тут программа советская. Я вижу, потому что они учат еще заряжать аппараты. Кинопроекторные советские. То есть, там, где били, заряжай. Вот. И поэтому там рассказывают все детально. Но другой вопрос. Что история, вот то, которую преподают ребятам после 11 класса техникуми, она вся либеральна. То есть, я здесь, значит, общаюсь с Евгением Юрьевичем Спицыным, с Артамоновым, читаю многое прочее. Со своих несколько марксистских позиций постоянно спорил с позицией учителя по истории. Просто говоря, а почему вот так? Почему в 89-м году молодец Горбачев? Его результаты вы же не видите, что ли? Вот, вот, вот. И вот среди этих ребят там очень много 11-классников, которые там учатся. Сейчас смотрю, у многих Z-ки. Ну, так я, правда, и говорю. 11-класс. Они меняют. Вот это поколение абсолютно соответственно. Они знают, кто такой Леонтьев. Они над него трусами до сих пор прикалываются. И у них Z-ки. И я так, сорокалетний дяденька, им в родители гожусь, судя по возрасту. Я смотрю на этих детей и понимаю, что они умнее нас. Они общаются по-другому. Они общаются по-умному. У них нет вот этого. Есть, есть, есть. А вот те, которым 30-35, у них только доллары в глазах. Только доллары, да. Ну, не все, конечно, но значительная часть. И поэтому они конченые люди. У них нет шансов. Ну, это сейчас, скажем, поколение, которое должно заходить. Оно не зайдет. То есть, будет разрыв. Будет поколение 60-летних и сразу поколение 25-летних. А это вылетит. Ну, как это было в СССР. Поколение, которому вот как бы после старцев 80-летних Брежнева, пришло поколение, которому было 40-45. То есть, Горбачев был из них самый-самый старший. А поколение, которым было 65, оно все вылетело, оно ничего не получило. Вот. И поэтому они, соответственно, и как бы оконченные люди. Это те самые люди, которые выходили на митинги и кричали «задолой СССР». Ну, как, если ты в 50 лет младший научный сотрудник? Понимаешь? Тебе не дали сделать карьеру. И уже поздно. Или же еще хуже. Ты был младшим научным сотрудником, а тебя, соответственно, в 51 год ты стал старшим, в 52 – зав. лабом, в 54 – зав. отделом, а, соответственно, в 58 – член-корреспондентом Академии наук. Ну, у тебя менталитет-то психиатрии младшего научного сотрудника. А что, я думаю, а что интересует младшего научного сотрудника? Получить грант. А как работает и управляется, он не понимает и не поймет уже никогда, потому что это надо учить, ну, хорошо, в 35 максимум. Сегодня в Телеграме Дмитрия Ивановича Евстафьева я прочитал, но он перепост откуда-то взял, я прочитал о том, каким образом мы получали, наши научные сотрудники получали гранты. Да, я знаю. Для зрителя, что нужно было обязательно размещаться в двух журналах англоязычных. В двух системах журналах. Да. И чтобы получить грант по оценке Российской Федерации, чтобы твои публикации там были. А чтобы там разместиться, ты должен был хайд Российскую Федерацию. Ну, это для гуманитария, для технария это не так было, ну, это не важно, для естественников, но это не важно. Ну, я могу сказать, что я, например, сбросил даже мыслить о том, чтобы… Ну, давайте смотреть правде в глаза. В экономической науке мы сейчас впереди планеты всей, причем лет на 25-30. Ну, то есть, те результаты, которые были нами сделаны там в 2001, 2002, 2003, они до сих пор на Западе не повторены. То есть, те вопросы, на которые мы тогда ответили, на Западе сейчас только подходят к тому, что хорошо бы получить на них ответ. И, как вы сами понимаете, ни в одной научной статье на эти работы, ни Григорьевские, ни мои, ни Кобяковские, нет ни одной сумки. Поэтому о чем речь? Какую стратегию нам нужно выбрать, как вы считаете, и можно, ну, для того, чтобы мы все-таки вышли на новую индустриализацию, с учетом закрытых западных возможностей, для того, чтобы к нам сами стали отваливаться эти представители западных партнеров, а народ начал жить хорошо? Ну, я могу сказать, собственно, это произойдет практически автоматически. Это вещь, которую многие не понимают. Все говорят, да, там, кровавый палач Путин, туда-сюда. Напал на кровавого Палача Зеленского, прикал на Палаченко, это же идея. Напал, да, на светлого еврея Зеленского. Актера КВН. Да, актера КВН. Значит, отвечаю, чтобы было понятно. Разрушается система либеральная, долларовая. Путин об этом год назад в доводской речи говорил прямым текстом. Некоторые считали, что это он ссылался как раз на нашу теорию. Мы не будем это обсуждать, поскольку никакого прямого утверждения мы не получили. Значит, дело не в этом, а дело в том, что если система умирает, то выигрыша тот, кто, ну, как-то, в тренде. Тот, кто смотрит вперед, а не назад. Вот весь фокус состоит в том, что Путин просто смотрит вперед. Он это много раз, ну, вот если вы... Но он что-то смотрит вперед-вперед, лет на 25, с учетом речи в Мюнхене, которую все поминали вот в этом году, как 15 лет. Скай лет на 25. Это неважно, он смотрит вперед. Кто-то еще, может быть, смотрит вперед, Си, например. Ну, я и говорил. Болсонару, я не знаю, кто-то еще. Но большая часть народу пытается вернуться взад. Вот те люди, которые бегут из России, я с неким интересом обнаружил среди своих очень старых знакомых, ну, то есть таких, которых я знаю больше 50 лет. А людей, которые там искренне норовят убежать. Убежать, 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 убежать. Значит, я их спрашиваю, причем я же, грубо говоря, я там с ними не разговаривал. Ну, какое-то время, да. Телефон был сменен, мобильный, но у меня не было, острой необходимости звонить не было. А тут мне просто позвонили общие знакомые, дали телефон, я позвонил. Реакция была такая. Ты ничего не понимаешь? Это катастрофа, туда-сюда. Я-то понимаю, да, что идет объективный процесс. Он идет независимо от того, делает что-то Путин или не делает. Путин делает, на самом деле, одну единственную вещь. Он хочет, чтобы Россия вошла в этот процесс с минимальными издержками. Для этого надо уничтожить ту фашистскую структуру, которую вырастил либеральный Запад на Украине. Это нужно сделать. Те, кто сопротивляется, ну, ребята, ну, мы не виноваты. Ну, нас тут, ну, официально 145 миллионов, в реальности там 170 живет на нашей территории, плюс те, кто наши союзники, мы не можем себе позволить отступить. Поэтому претензии не принимаются. А вот дальше, соответственно, те люди, которые говорят, нет, так жить нельзя, и начинают убегать, а что они будут делать там? Мы там будем программистами, у нас будут хорошие зарплаты. Ребята и среднего класса не будет. Ни в США, ни в Западной Европе, ни даже в Китае. То есть, иными словами, те, кому посчастливится найти работу, а программистам, скорее всего, они найдут себе работу, будут работать за еду. То есть, в СССР хоть была бесплатная медицина, бесплатное образование, и давали квартиру. А тут, соответственно, вы будете жить в комнате в коммуналке со своей семьей, и искренне радоваться, что вам на счет приходят деньги, на которые можно купить еду. А у ваших соседей этого не будет. И они будут утром выходить на улицу, в расчете на то, что им удастся раздобыть каких-то денег, чтобы купить еды. Но, кстати, по этой причине, вашим детям, не то, что выходить на улицу, и даже из дверей комнаты выходить будет опасно. Но потому что могут взять, схватить и отобрать 20 копеек. Или долг бить с требованием. Вот у тебя у родителей есть денежки, вот ты их пойди, возьми и нам принеси. Я такие истории знаю. Я такое знаю, вот обрубляю, в 50-е годы, когда у нас было еще голодно в СССР. Бывали-то такие истории. Но, правда, они заканчивались плохо для тех, кто так себя вел. Но, тем не менее, вот это вот то, что будет. Но отдайте себе отчет, то, что сегодня в Киеве будет в большинстве крупнозападных городов. За исключением очень маленьких мест. Но, скорее всего, они будут, так сказать, отделены колючей проволокой, или еще как-то. И вы туда все равно не попадете. Расстройте нас, а в России-то? Да, России такого не будет. Думаете? Потому что в России при правильной экономической политике начнется довольно основательный экономический рост. Михаил Ильич, какая правильная экономическая политика при… Мы же это уже обсуждали много… Той шушери, которая у нас находится в центре. Я же сказал. Нужно менять руководство Центрального банка, Минфин. Короче говоря, работать надо. Да, сейчас мы не будем. У нас уже, мы уже практически разговариваем. 45 минут. И соответственно… Нет, не 45. Мы начали в 10 минут. Ну, в 10 минут. Иначе в 15. Ну, хорошо, ладно. Я не знаю. Вот. И по этой причине я считаю, что надо… Ну, то есть мы можем это все обсудить. Ну, в общем, что и как делать, абсолютно понятно. Вот я бы хотел, ну, если есть возможность, возможно анонсировать ваш разговор с Николаем Явановичем Азаровым. Давайте побеседуем. Да, о мировой экономике на следующей неделе. На самом деле, я же так понимаю, он же физически-то не приходит. Нет, нет, он удален. Вы тоже можете удалить. Я тоже много быть удален, поэтому никаких нет. Мы прям договоримся, и будет интересный разговор. Да. Давайте. Хорошо, спасибо большое. С нами был Михаил Леонидович Хазин. В студии работал журналист Михаил Кокарев. До скорых встреч. До свидания.